всем огромный привет добро пожаловать на мой канал такая история произошла в общем моему мужа машина сейчас стоит на ремонте какие-то запчасти нужно было поменять и я уже неделю без машины и сегодня он не оставил мою машину он ездит на моей и на работу там туда сюда и его машина в ремонте в общем и когда знаете нет колес ну как бы я могу на такси поехать я могу на общественном транспорте поехать я могу по-разному поехать но знаете есть такое когда нет вот такого свободного передвижения сразу столько всего надо столько всяких дел появляется столько и туда надо и сюда надо в общем сегодня он не оставил машину сейчас 10 утра я уже собралась и поеду в общем по своим делам еще хочу зайти в фикс прайс в общем кучу куда хочу зайти хочу зайти в мясную лавку который вот местную да я хочу мясо там в общем всего накупить в общем я поехала девочки возьму с собой если все у меня не получится бегом-бегом то я постараюсь поснимать потому что мне в три часа нужно будет еще забирать сына со школы потом младшего садика и в общем надеюсь что не застряла ни в каких пробках в общем я побежала прямо такая знаете машина осталась дома я такая счастливая все я побежала все бросила и поехала короче еще в обе мне надо заехать кое-что купить и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, вот сюда, да? В дверь, короче, еле влезла, хотя вроде не такая толстая. Ну, что-то я себя ощутила очень толстой. И вообще, как выехать, я вообще не знаю. С всех сторон машины, блин. Люди еще ходят, тупят. Короче, вообще. Ну, я реально чуть не разревелась, девочки. Вообще, я думаю, уже мужу звонить, говорит, спасай меня и садись на такси, приезжай за мной. Ой, девочки, вообще кошмар какой-то. Накупила цветы, вообще, что включилась, хотела сказать, потому что я потом забуду. Я, короче, узнала тему. После всяких праздников, для девочек, кто любит там посадки, оби и все такое, да? После всяких праздников, например, после 8 марта, или после майских праздников, когда идут всякие основные посадки, после этого, в течение двух последующих недель, после окончания праздников, получается, майских, идет распродажа всей рассады, потому что она у них гибнет. Рассады как цветов, так и всяких вот культур, да? То есть, огурцы, помидоры, все вообще стоит очень дешево. Я купила сейчас рассаду по 30, по-моему, 9 рублей, или что-то такое, рассаду питунней, 6 штук. Она, конечно, уже такая вся вяленькая, вся такая никакая, но, да, девочки, имейте это в виду. Так что нужно ездить не на сами праздники, я обычно ездила всегда на сами праздники, потому что привозили много всяких цветочков, много всяких всего-всего-всего. Оказывается, надо ездить после. И, судя по такому количеству людей, которые было сейчас в Оби, я, блин, в очереди стояла, неизвестно сколько, об этом знают очень многие. Так что вот такая вот история. Это мне одна тетенька рассказала. Она мне посоветовала там одно удобрение, но я не знаю про него ничего. В общем, взяла один пакетик, вот, и она мне рассказала вот такую историю. Вот, так что, так что, девочки, имейте в виду, что после праздников обязательно нужно ездить. То есть, и в конце какого-то сезона у них тоже бывают очень хорошие распродажи. Вот мне женщина там говорила, она какой-то цветок, который стоил 5000, купила за 1000, 1100 или что-то такое. Она говорит, блин, была счастлива, да нельзя. В общем, короче, вот, ладно, я сейчас поеду, пойду в ленту, мне нужно купить, ну, в основном там бытовую химию, у меня что-то подзакончилось. Фаберлики тоже забыла заказать такую ерунду, в общем, нужно купить, потому что когда у меня будет снова машина, я не знаю, поэтому сделаю закупку заранее, запасы, скажем так, вот. Вот, и, наверное, я думаю, что я фикс прайс уже не успею, вот. Так что, да, но постараюсь по-быстрому, главное не зависать в отделе посуды. Ну, у меня же, я же не могу просто прийти в какой-то магазин, мне же надо все посмотреть, правильно? Не факт, что все купить, но все посмотреть надо обязательно. Вот, в общем, я думаю, что, наверное, уже покажу вам дома покупки Соби, ну, ленту я снимаю отдельно, вы все знаете, вот. Так что, так что пойду. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас вам покажу. Итак, давайте я начну с мяса. Тут у меня уже волнуется. Сейчас буду разбирать и как раз им тоже дам. Я купила вот такие кости. Это было написано гуляш или что-то в этом духе. То есть это такие кости, ребра. Тут у меня целый пакет. У меня их аж 4 штуки. Это для того, чтобы коптить. Как раз накоптить. Потом в суп добавлять гороховый. Это свиные. В суп гороховый или просто там, не знаю, с картошечкой потушить. Очень классно. Как раз у меня сейчас муж будет все вот это дело коптить. Они очень хорошие здесь. Извините, я шуршу пакетом. Они очень хорошие. Прямо такие мясные. Дальше купила здесь две говяжьи косточки. И я вообще на суп купила. Не знаю, может быть одну отдам сейчас своим подругам. Посмотрим. Здесь у меня куриная печенка. И здесь вот такой большой кусок говядины. Это, по-моему, лопатка. Ну, в общем, здесь говядина на кости. Вот здесь кость. Кость я вырежу, может быть, тоже на суп. Я посмотрю, я часть какой-нибудь кости отдам собакам. А какую-нибудь кость я оставлю себе на суп. Собачкам тоже надо делиться. Вот тут еще жила какая-то. В общем, посмотрим сейчас. Также у меня здесь, это я для собак своих купила. Это куриные сердечки и куриные желудки. Это у меня в качестве, ну, скажем так, вкусняшек для собак. Больше им ничего нельзя, особенно старшие. Только в сыром виде. Вот я им как раз и даю. Так, купила девочке черешню. Вот такая упаковочка. Не знаю, сколько здесь, наверное, полкило. Стоит 280, что ли, рублей или 260. Ну, очень мне хочется уже черешню есть. Поэтому я решила вот такую плошечку себе купить. Также вот такую колбаску купила. И вот такую вот немножко ветчины купила. И вот этот вот белорусский сыр. Моздам. Это Белоруссия. Боже, вообще белорусские продукты, молочные продукты. Мне очень нравятся. И мороженое тоже какое-то у нас было. Помню, белорусское пробовала. Действительно, очень-очень вкусно. И вот сыр. Это тоже белорусский. Я его всегда, когда дохожу, всегда беру. Также вот это печенье Рокфорд, которое я всем советовала. Если где-то увидите, обязательно купите, попробуйте. Печенье очень вкусное. Оно сырное. И такое, как крекеры, только в виде песочного печенья. Очень получается вкусно. И здесь там снова привезли финики. Финики стоят 190 рублей килограмм. Девочки, ну прям грех не взять. Финики очень вкусные. Вот у меня как раз упаковка. И еще взяла курагу. Тоже упаковку. Но курага дороже. Курага стоит 300. 320 рублей за вот эту упаковку. Здесь килограмм. Вот. Почему финики у них дешевле? Я не знаю. Обычно, наоборот, финики намного дороже. Так что, в общем, сейчас буду разбирать. Тут тоже и мясо разбирать. Кому-то тут уже не терпится. Не терпится уже. Мама дает что-нибудь вкусное, да? Уже учуяла все. Буду разбирать сейчас какую-нибудь косточку говяжью. Либо отсюда, либо отсюда. И я как раз и дам. Бедной несчастной девочке, да? Вот она, бедная несчастная. И, девочки, вот мой лов в обе. Сейчас вам покажу. Смотрите, у меня целый багажник цветов. Во-первых, я купила вот эти цветочки. Они мне очень нравятся. Я их подкормлю. Может быть, земельку им поменяю. Но, в общем, оставлю их в этом кашпо. Смотрите, какие прикольные. Мне нравятся вот эти цветочки. Сейчас я вам покажу. Вот они. 99 рублей. Как показать? Вот. Лабелия ампельная. 99 рублей. Видите, была 429. Я купила за 99. Ну, потому что она тут такая помятая слегка. И второй такой же. Точно такой же купила. Так, сейчас покажу, где тут у меня. Вот она. Тоже 99 рублей. Сейчас я их и полью. Тут, в общем, разберу. Дальше. Вот здесь вот как раз по скидке. Вот такая питунья. Не знаю, вся она будет белая, девочки, или не вся. В общем, надо посмотреть. Вот тоже, видите, 59 рублей. Вот. Вот такая вот у меня тут. 59 рублей, да? Сколько штук? Раз, два, 12. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять штук. Класс. Вот это я взяла. Это уже было не по скидке. Вот. Но посмотрите, какие классные цвета. У меня желтая уже есть. И, по-моему, у меня синяя есть. Вот. Я обожаю вот эти вот цветочки. Как они тут правильно называются? Вот. Виола. Виола микс. Десять штук. За 290 рублей. Ну, считайте, 300 рублей. Вот такая виола. Обожаю их. Но вот у меня нет розовой. Здесь вот, смотрите, розовая. Какая прикольная. Очень мне нравится. Вот такой бордовый у меня точно нет. У меня есть синяя. Только не вот такая. А вот такая более... В общем, какая-то другая у меня есть. Желтая точно у меня есть. Причем она у меня желтая с черной сердцевинкой. Как вот здесь. В общем, еще купила себе вот такой красоты. Так. Дальше здесь у меня... Это не по скидке уже была. Сейчас покажу вам. Вот такая питунья. Микс. 179 рублей. Здесь тоже несколько штук. Это как раз я в горшки такие посажу. И вот такая еще тоже питунья. Мне нравятся вот они. Такие пятнистые. Наверное, хотя одного цвета будут, да? Ну, у меня два одинаковых кашпо. Как раз посажу. Тоже вот 179 рублей она стоила. Потом вот эти вот тоже. Мне очень нравятся вот эти цветы. Это гипсофила. Как-то так она называется. 149 рублей. Я взяла вот такую беленькую. И вот такую вот розовенькую. Очень классно. И еще мне нравится вот такой... Ой, он у меня тут помялся, как всегда. Вот. Вот такой овсянница. Очень мне нравится. Вот это как трава. Я думаю, моему коту тоже очень понравится. Да, девочки? Читайте, для кота купила. Ну, прикольно, да? Такой. Тут было нарисовано, что его в кашпо сажают. Вот в такие. Я хочу так же сделать. Смотрите, какая прелесть. Вот. Ну, почитаю, как за ней ухаживать. Если кто из вас знает, то обязательно напишите. Так, и здесь тоже вот такая скидочная питунья. Но, как вы видите, она не вся хорошая. То есть, вот есть такая совсем она помятая. Вот. Но тоже стоила 39 рублей. Вот такая. Раз. Здесь 6 штук. Потом вот это тоже. 39 рублей тоже видно, да? Вот. Ну, мне все равно каких цветов. Мне тут много, куда ее могу деть. Это тоже самое. Тоже 39 рублей. Дальше. Вот это. Ну, это такая совсем она маленькая. Вот. Тоже 39 рублей. Потом вот такая тоже. Тут совсем некоторые помятая, конечно. 39 рублей. Ну, плюс в машине она у меня что-то стояла. Надо ее сегодня мне, наверное, и рассадить. Не знаю, хватит у меня сегодня времени или нет. Уже время 5 часов. Тоже 39 рублей. Вот. В общем, по крайней мере, все это надо полить. Все вот это дело. И сейчас мне там в пакете покажу еще химию всякую купила. А вот как раз удобрение, которое мне женщина посоветовала, сказала очень-очень полезное. Рыбная мука. Она брала вообще там несколько пакетов. Ну, я не знаю, насколько это действительно так. Кто знает, обязательно напишите. Штука, видите? Калий, фосфор, кальций, железо. В общем, не знаю. Она сказала, что прям очень-очень полезно. Она взяла несколько штук. Я взяла один пакетик всего. Так, дальше у меня здесь... Что у меня здесь? Вот это зеленое мыло снова купила. Я его для сада использую. И для домашних тоже. Цветов, если мало ли какие штуки заводятся. Дальше. Вот такое средство. Сейчас как раз опрыскаю деревья от комплекса вредителей. Вот. И обязательно, конечно, садовый вар для заживления ран. Вот. Дальше что у меня тут? И вот такое средство еще от муравьев. Потому что муравьи я вот предыдущим средством, который показывала, опрыскала. Но все равно. Точнее, муж меня опрыскал. Все равно есть муравьи. Поэтому еще купила вот такой. Это непосредственно уже как бы муравейник. В общем, всякое такое. И что у меня здесь еще? Купила еще вот такой кабачок. У меня есть местечко. В общем, хочу пару семян замочить. Но я немного кабачков. То есть, чтобы у меня было там 2-3 кустика максимум. Вот. В общем, замочу сейчас. Не посажу. Хотя ладно, наверное, рассадой было. Но мне все равно. Видите, рассада. В общем, я сейчас посажу. Вот. Так что вот такие вот у меня были покупки, девочки. Оставила я в обе 2-300 за это все. Вот. Чек, конечно же, уже потеряла. Тут пока ездила. Но куча-куча цветов. Как всегда. Вот эти очень красивые, да? Цветочки. Очень мне нравятся вот эти. Фиалочки я их по-другому называю. Вот. Красота. И сегодня вечером мой муж решила закоптить мясо косточки, которые я купила. Я вам, конечно же, показываю. Специи все у меня. Сайхерба. Это красный перец. Он достаточно жгучий такой. Обычная паприка. И черный перец. Ну, здесь смесь перцев вместе с морской солью. Ну, как бы такая смесь мельничка очень прикольная. И вот такие итальянские травы. Щипа это он ее замочил. Как раз таки для копчения, которое я купила в ленте. Грудинка. Он у меня ранее покупал ее. И плюс вот косточки, которые я купила сегодня. Они, кстати, были по 60 рублей. И вот мой муж. Все кусочки он обмазывает как бы специями. Обмазывает, обваливает. Можно так выразиться. То есть на каждый кусочек он вот наносит все специи, которые он использует. Вообще он у меня любит более острые делать. Но в этот раз я попросила не делать так сильно остро, как он делает обычно. Потому что обычно прям такое жгучее мясо такое получается. Но ему очень нравится именно такое. Поэтому специи на самом деле вот какие есть у меня на данный момент. Такие он и использует. Но обязательно он добавляет красный перчик. Паприка просто была, скажем так, у меня. И ладно. Вот итальянские травы, кстати, придают такой аромат. Мясо очень тоже здорово. И, соответственно, соль. Вот как вы видите, каждый-каждый кусочек, он как бы обмазывает специями этими. Все кусочки вот такие вот у меня. Видите, смотрите, какие ребрышки хорошие. Да, по 60 рублей я их купила. Как раз для копчения. Потом к тушеному мясу, например, добавить или в суп. Это вообще будет очень-очень вкусно. Ну, можно и так поесть. И вот таким образом в специях мясо находится у него, ну, наверное, где-то около часа, может быть, минут 30. И потом он только ставит в коптильню. Коптильня у нас находится на улице. Я вам сейчас ее, конечно же, покажу. Вот. И вот таким образом мясо у нас, ну, где-то примерно час. И вот такая коптильня делаю я у меня муж сам. Внутри, которая вот металлическая такая штучка, не знаю, как она называется. Это у меня варил мой свекор. И, в общем, совместными усилиями они сделали такую большую-большую коптильню. Она достаточно большая. Как раз все мясо у меня сюда помещается. И, соответственно, муж у меня очень любит всем этим делом заниматься. И с огромным удовольствием все это делает. Мы еще и рыбу, конечно же, коптили здесь. Тоже получается очень вкусно. Вот таким образом он делает. Я не знаю, меня просили показать, как мой муж коптит. И я, конечно же, показываю вам все-все этапы. Решетка вот эта тоже. Это все вот изготовил. Вот эта металлическая все изготовил мой свекор. Не знаю, не знаю как. Вот, но все, в общем, сварил, все сделал. Ну и выкладывает муж сюда вот эти кусочки. Он их переворачивает потом. Но все зависит, он говорит, от непосредственно самого мяса. Чем больше жира, тем дольше. Косточки, конечно, быстрее коптятся. Он их раньше вытащил. А потом уже вот эту грудинку, чтобы все было полностью приготовлено. В принципе, можно открывать просто периодически и смотреть, готовы ли нет. Я думаю, у кого есть такая коптильня или что-то подобное, наверное, знают, как коптить. Дома мы никак не коптили. Я даже не знаю, как дома коптить, если честно. Поэтому коптим вот в такой, прямо на огне. Получается, конечно, очень вкусно. И получается недорого. Я потом вот эти ребрышки, косточки все, я их замораживаю. И мы достаточно долго их едим. Как я повторюсь, уже с горуховым супом, с картошечкой получается очень вкусно. И вот такое вот мясо у нас получилось копченое. Оно у нас остынет, постоит в холодильнике. И тогда я его буду разбирать. Потому что грудинка достаточно жирная такая получается. И она идет у нас как просто, ну, как сало, наверное, что-то в этом духе. А косточки, тоже ребрышки вот эти вот очень классные. Аромат, конечно, стоит. Я думаю, на весь поселок, девочки, вот этого копченого мяса. Конечно, просто обалденный. Вот такое вот оно получается. Оно, когда только-только он вытаскивает из коптильни, оно достаточно мягкое. Постоит в холодильнике и получается такое, как копченое сало, что-то в этом духе. Вот. Ну, а я на сегодня буду на такой вкусной ноте снова с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и, самое главное, интересным. Ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Оставляйте свои комментарии. Всех люблю, целую. И до новых встреч. До новых встреч.